Добрый день, коллеги! В конце XX века американские военные ввели в обиход аббревиатуру ВУКО, где каждая из букв охватывает целый спектр нарастающих явлений. Нестабильность, неопределённость, сложность, неоднозначность. Мир нестабилен, многое неясно. Мы ранее много слышали о ВУКО-мире, но никак не думали, что нам придётся столкнуться и жить в этой реальности. В случае с пандемией COVID-19 нам пришлось срочно перестраивать работу. Все сотрудники компании, начиная от топ-менеджеров и заканчивая рядовыми сотрудниками, ежедневно продумывают каждый свой шаг. Сейчас нам приходится испытывать ВУКО на практике, думать и делать по-новому. С какими проблемами мы столкнулись? В марте 2020 года возникла ситуация, когда пандемия COVID-19 расширила свои границы, уверенно вошла в нашу страну и стала для нас реальностью. Президент Российской Федерации был вынужден объявить режим самоизоляции и предпринять карантинные меры для предотвращения распространения инфекции. Руководство компании ещё до объявления режима самоизоляции перевело офисных и полевых сотрудников на удалённый режим работы. Было ограничено перемещение внутри крупных городов, отменено авиа- и железнодорожное сообщение. Наступил, как казалось, коллапс. Часть федеральных, региональных и муниципальных медицинских учреждений были перепрофилированы под приём инфекционных больных. Часть учреждений закрыта на приём плановых пациентов. Отдельные учреждения закрыты на карантин вследствие распространения там инфекции. В связи с введением в стране режима самоизоляции и закрытием исследовательских центров для приёма мониторов также были отменены и визиты мониторов в центры. Частично были отменены и визиты пациентов в центры. Иногда пациенты просто не могли приехать в учреждения из-за ограничения сообщения между городами, в ряде случаев из-за режима самоизоляции, либо по личным причинам. Руководство компании поставило два важных приоритета. Это безопасность сотрудников и безопасность пациентов. В трудных для нас условиях стала задача обеспечить непрерывность процесса проведения клинических исследований. Какие ключевые задачи мы поставили перед собой? Главной задачей в данных непростых условиях является безопасность пациентов, участников клинических исследований и обеспечение непрерывности их лечения. Министерство здравоохранения оперативно выпустило рекомендации для сторон в задействованных клинических исследованиях. Было рекомендовано максимально гибко изменить подход к проведению некоторых процедур. Благодаря данным рекомендациям мы смогли быстро внедрить ряд новых процессов. Оценки безопасности проводились локально в ряде случаев при возможности в лабораториях самих центров. В срочном порядке была организована работа аккредитованной коммерческой лаборатории. Там, где пациенты не могли сдать кровь в офисе коммерческой лаборатории, был организован выезд медсестры на дом для забора крови на дому у пациентов. География охвата огромна. Сибирь, Магадан, Якутия, Крым, европейская часть России. В кратчайшие сроки мы смогли организовать и доставку препарата на дом. С целью обеспечения непрерывности лечения пациента была налажена отправка исследуемого препарата из центра или локального склада напрямую пациенту на дом. Это стало возможно в тех исследованиях и в тех случаях, когда исследуемый препарат был предоставлен в таблетированной форме. Нам удалось максимально сохранить участие пациентов в исследованиях и избежать значительных перерывов в лечении. Это оказалось возможным только благодаря гибкому подходу, слаженному взаимодействию со стороны как глобальной команды, так и исследовательского центра, сотрудников компании, леков и регуляторных органов. В некоторых случаях использовалась опция визита квалифицированной медсестры на дом с целью забора крови для отправки в центральную лабораторию для определения ключевых параметров исследования. Для этой цели был привлечён глобальный вендор. Для данной процедуры потребовалось получение согласия центра, пациента, создание отдельной версии информированного согласия, одобрение лек. Всё это удалось сделать благодаря слаженной совместной работе. В ряде исследований, когда назначение препарата невозможно без проведения очного визита и проведения ряда оценок, либо пропуск визита ведёт к выводу из исследования, сотрудники центра проводили визиты на дому пациента. При этом оценивалась реальная необходимость таких визитов. И окончательное решение оставалось за центром. Во всех упомянутых случаях компания брала на себя транспортные расходы. В тех клинических исследованиях, где применение перечисленных опций в конкретной ситуации было невозможно, по согласованию с глобальной командой визиты пациентов переносились на более поздний срок. Одной задач проведения клинических исследований в текущих условиях стало укрепление партнёрских отношений с центрами для обеспечения совместной работы монитора и центра, направленной на поддержание безопасности участников клинических исследований. Центры впервые опробовали новый удалённый подход взаимодействия с пациентом, когда не пациент идёт в центр, а центр идёт к пациенту. Центр совместно с сотрудниками компании провёл несколько успешных подписаний информированных согласен в Домо пациента. Сотрудники компании постоянно находились на связи с сотрудниками центра, оказывая всяческую поддержку. Также вместо запланированных визитов, если их проведение было невозможно, проводились удалённые визиты пациентов в основном по телефону, но в ряде случаев были использованы удалённые технологии — визит пациента по видеоконференции. Во время визита врач связывался с пациентом, задавал вопросы по поводу нежелательных явлений, спрашивал, что беспокоит пациента, иногда просил самостоятельно измерить температуру, давление, опрашивал пациента для заполнения опросников. В ряде случаев в перепрофилированных учреждениях, где исследовательский центр попал в красную зону, возникла острая необходимость в кратчайшие сроки решить проблему по перемещению документов исследования на независимый склад, на временное хранение. Компания быстро совместно с центром организовала и осуществила отправку документов. Разрабатывался также план временного перевода пациента в другой центр, снабжение пациентов препаратом другого центра, вывоз препарата на локальный склад. Как изменилась работа монитора? Главным приоритетом стала помощь исследователям и исследовательским центрам в работе с пациентами, чтобы пациент оставался в исследовании и продолжал лечение. В первую очередь проводились и проводятся удалённые мониторинговые визиты. Во время такого визита по телефону идёт совместная удалённая работа центра и монитора. Обсуждаются вопросы по работе центра, возникшие отклонения, связанные либо не связанные с COVID-19. Оказывается, поддержка центру. Основное отличие от рутинного мониторинга — невозможность проведения очного СДВ. С учётом сложившейся ситуации в исследовательских центрах некоторые врачи оказались в красной зоне, выпали из рабочего процесса в связи с карантином. Поэтому сейчас очень важно соблюдать баланс в чистоте контактов с сотрудниками центра, понимая, в каких непростых условиях с недостатком времени им приходится работать. Здесь я хочу поблагодарить врачей, которые работали и продолжают работать в такое непростое и тяжёлое время. Многие из них, выполняя обязанности исследователей, стали работать с усиленной основной нагрузкой. В карантине, с тяжёлыми больными, некоторые врачи с ковидными пациентами. Уважаемые доктора, большое вам спасибо за ваш труд. Что касается работы мониторов, в работе мониторов, которые работают с COVID-19 исследованиями, появилась уникальная возможность впервые в своей практике проводить удалённые СДВ на специальной защищённой платформе. Работа на данной платформе возможна при определённых условиях. В первую очередь было получено согласие со стороны исследовательского центра на ней работать. Потребовалось дополнительное внесение в информированное согласие, информирование ЛЭКа. Эта платформа является защищённой, соответствует международным стандартам конфиденциальности и защите персональных данных США и Евросоюза. Удалённая работа предполагает работу вне офиса. Как же функционировал офис компании в это время? Офис не закрывался, а работал непрерывно для поддержания бизнес-процессов. Для сотрудников ключевых позиций был организован доступ в офис. Подписывались важные документы, организовывались отправки и получение документов, готовились пакеты документов для подачи Минздрав, локальные этические комитеты, таможенные документы. В тех случаях, когда сотрудник не мог посетить офис, была организована отправка документов на дом. Удалённая работа показала, что она может быть эффективна. Мы с ней успешно справились. Бизнес-процесс не остановился. Карантин, самоизоляция не могут продолжаться бесконечно. И несмотря на снятие не всех ограничений, мы уже готовимся к переходу на нормальный режим работы. Как это происходит? Был разработан и внедряется план восстановления нормального режима работы. Оценивается эпидемиологическая обстановка в каждом конкретном регионе. В соответствии нормам страны, требованиям компании. На постоянной основе отслеживаются изменения в режиме работы центров. Происходит обсуждение возможности очного мониторирования, открытие приостановленного набора пациентов. Оценивается готовность, желание и возможность каждого центра принимать мониторов. В рамках клинических исследований при снятии ограничений на поездки происходит оценка возможности мониторинга визитов в удалённых центрах. В части центра уже были проведены очные визиты мониторов с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. При возможности мониторы размещают в отдельной комнате. Используются средства индивидуальной защиты. Несмотря на то, что многие работают удалённо, мы постепенно и плавно переходим к нормальной работе офиса. Понятно, что на данном этапе она отличается от доковидного периода. В офисе внедрена специальная рассадка сотрудников с соблюдением социальной дистанции. Используются средства защиты. В Москве проводится тестирование на COVID-19. Время ВУКа. Время после пандемии COVID-19. Какой теперь будет новая реальность? Как изменится подход к проведению клинических исследований? Возникает вопрос. С чем нам придётся жить и работать после ковидного времени? Но вопросов пока больше, чем ответов. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Продолжение следует...